Змейка, разворот и габаритный полукруг. В Люберцах прошел открытый чемпионат по мото-джимхане, спортивному фигурному вождению мотоцикла. В соревнованиях приняли участие около 20 байкеров из городского округа. Григорий Ворванин продолжит. Открывать соревнования всегда сложно. Вдвойне тяжелее, если ты единственная девушка на турнире. Юлию Кармалеву такая ситуация тоже смутила. Во время первых двух кругов допускала ошибки. Касалась земли ногами и повернула не туда. Пришлось пятиться назад. Зато третий круг, который шел в зачет, проехала без помарок. К мотоциклу привыкла за первые два круга и трассу освоила. Уже третий получился чистый. Может не слишком скоростной, но хотя бы он технически был чистый. Если бы была у меня возможность потренироваться побольше, то в круга десятого уже проходились эти все элементы. Это лучше. Это вопрос навыка. Егор Заболотный с первого пробного круга решил проявить агрессию на гоночной трассе. На допустимой скорости уверенно закладывал мотоцикл в виражи. Такая манера вождения позволила ему не допустить ошибки и стать лидером после заезда. В этом признается мотоциклист не только его заслуга. Главное, чтобы мотоцикл был готовый по соревнованиям. А так, обычным мотоциклом тяжело. А когда мотоцикл готовенький уже, на нем проще еще ездить. И не боишься упасть. У вас готовый мотоцикл? У меня да. Мотоджимхана, как вид соревнований, зародилась в 70-е годы в Японии. Постепенно турниры по фигурному вождению мотоцикла стали проводить и в других странах. В России большая часть элементов из мотоджимханы входят в программу обучения на водительское удостоверение категории А. Змейка, восьмерка так называемая. Они в том числе здесь несколько в другом виде, но тем не менее это эти элементы. По итогам соревнований в каждом классе мотоциклов были определены победители. Им вручили кубки. К тому же все спортсмены вошли в историю, как участники первой либерецкой мотоциклы. Мотоджимханы. Григорий Горванин, Лениса Угольников, телеканал ЛРТ.